Глава двенадцатая. Богу понадобилась ничтожность, чтобы явить величие, его послушное орудие. Как дивно! Его бесконечное смирение и моя малость — никчемность. Уверена, вот точка, в которой я встречаюсь со Христом. Он для меня все, я же, его дитя так мала, так пуста, так беспомощно. Мать Тереза. В 1975 году конгрегация миссионеров-милосердьев, в которой к тому времени насчитывалось более тысячи монахинь, праздновала свое 25-летие. Быстро растущее сообщество, теперь оно состояло из работавших в 15 странах 85 общин, равно как и его самоотверженные основательницы, притягивали к себе все больше внимания, а сама мать Тереза, как и прежде, мучилась от сердечной тьмы, хотя почти ничего о ней не говорила. В этот период жизни произошло еще одно исключительно важное событие — встреча со священником конгрегацией Святейшего Сердца, отцом Михаэлем Вандерпиетом. Случилось это в октябре 1975 года, когда мать Тереза была в Риме. Много лет спустя отец Вандерпиет рассказывал, как в один из дней увидел ее на остановке, где она вместе с кем-то из сестер ждала автобуса. Я было бросился к ней, но тут же себя дернул. Оставь человека в покое, ей так проходы не дают. С замиранием сердца я прошел мимо, и вдруг меня осенило. Она святая, а я грешник. Почему бы грешнику не подойти к святой, чтобы попросить о молитвах? Отец Вандерпиет вернулся, и после нескольких слов мать Тереза с обычной своей непосредственностью спросила, не мог бы он в ближайшие день-два побеседовать с сестрами о молитвенной жизни. Через два дня отец Вандерпиет пришел в находившийся на окраине Рима монастырь, а после встречи мать Тереза попросила его провести в ноябре духовные упражнения для общины. «Помяните меня перед Иисусом». Во время этих духовных упражнений мать Тереза передала отцу Вандерпиету первое письмо, а точнее записку, в которой сокрушалась о своем бессилии и пустоте, сомневалась, имеет ли смысл в таком состоянии просить помощи духовника, вскользь проговорилась о тайном обете и просила о молитвах. «Дорогой отец Михаэль, Бог воздаст вам за любовь, какой вы поделились с каждой из нас. Пусть радость нести Христа тем, кого вы встречаете на пути, всегда пребудет с вами. Была бы признательна, если бы могла обращаться к вам за духовной поддержкой, но будет ли от этого толк, если я так пустая и никчемна? Только Иисус мог умолиться настолько, чтобы полюбить подобное существо. Пожалуйста, молитесь о том, чтобы я не отказала ему ни словом, ни движением сердца, о чем бы он ни просил. Вашего Христе, мать Тереза». С каждым письмом, с каждой беседой отец Вандер Пиет все яснее осознавал, что имеет дело с исключительной личностью. С матерью Терезы я всегда чувствовал себя, на удивление, свободно. С ней было очень легко, даже когда она говорила о своей ночи. От нее неизменно исходил покой и радость. Я не переставал дивиться тому, как человек, живущий среди несчастья, страдающий от собственной тьмы, может так светло улыбаться и заражать счастьем. Наверное, я мог бы сказать, что рядом с ней чувствовал себя в присутствии Бога, лицом к лицу, с истиной и любовью. Глядя на мать Терезу, хочешь не хочешь, а подумаешь, вот человек, какого творец замыслил в раю, поистине касание Божье. И вместе с тем, замечу, она была одним из самых здравых и трезво мыслящих людей, каких я когда-либо встречал. Здравость проявлялась прежде всего в том, как мать Тереза справлялась со стремительно растущей конгрегацией и умудрялась откликаться на бесчисленное множество каждодневных просьб. С годами забот у нее только прибавилось, она почти все время была в разъездах, к тому же, как и раньше, давила тьма, но что бы ни происходило внутри и вокруг, главным ее занятием, как видно из письма отцу Вандерпиету, всегда оставалась молитва. «Дорогой отец Михаэль, ваши письма, рождественское и второе, 26 февраля, обрадовали невероятно тем, что вы по-прежнему одариваете меня молитвой. Надеюсь, я так же верно о вас помню. Простите, что задержалась с ответом, раньше никак не могла. Весь январь ездила по югу, февраль в Калькутте и окрестностях, а сейчас снова отправляюсь на две недели на юг, чтобы навестить оставшихся дома. Святой час с Иисусом я провожу сразу после мессы, и так выходит, что могу побыть с ним два часа, прежде чем мною начнут распоряжаться наши друзья и сестры». Святой час — речь идет о поклонении святым дарам. По уставу конгрегации каждая монахиня должна посвящать час созерцанию святых даров, и таким образом поклонение им совершается непрестанно. «Пусть сперва он мной распорядится. Вы так чудесно пишете о ничтожности нашей и о полноте Бога. Кажется, так несовместимо, и все же смирение Божье соединило их во Христе. Живите радостью любить одного лишь Иисуса. Любите Его из-за меня тоже. Мать Тереза». Как много значило для матери Терезы молитва, заметили еще сестры из Ларетанской общины. Ее способность полностью растворяться в беседе с Богом впечатляла не только последователей, но и разнообразных гостей, которые с годами все чаще появлялись в часовне материнского дома, главный дом конгрегации, в Калькутте. «Все, кто к нам приходил», — вспоминала одна из сестер, — поражались тому, как матушка молилась. Можно было часами смотреть, как она погружалась в тайну. Каждый, кто слышал ее ровный и чистый голос, видел прикованный к дарохранительнице взгляд, были убеждены, этот человек живет в присутствии Бога, и мало кто знал, что десятилетиями ей казалось, будто она кричит в пустоту. Действительно, едва ли не сильнее всего мать Тереза страдала от того, что Бог ушел из ее молитв. В письме ко Христу, составленном в январе 1959 года по настоянию отца Пикачи, она горестно признавалась. «Больше не могу молиться, бормочу вместе со всеми наши правила, стараюсь вникнуть в каждое слово, найти ту сладость, какую оно прежде приносило, молитва, но молитва не связывает меня с тобой. Нет, не могу молиться, моя душа очень далеко от тебя». Тем не менее, все годы глухой тьмы ее, по словам самой матери Терезы, иссохшая и зареденевшая молитва помогала другим. Часто во время поклонения святым дарам, писала она епископу Раншу, «Я вспоминаю тех, кого встретила и приношу их Христу. Вспомните и вы обо мне, как я о вас помню, помяните меня перед Христом». Так беспомощна, так пуста, так мала. Отцу Вандерпиету она рассказывала о своей ночи гораздо реже и сдержанней, чем прежним духовникам, писала в основном о повседневных делах общины. И лишь по скупым обмолвкам можно было догадаться о том, что ей приходится превозмогать. Мать Тереза рассказывала разные порой удивительные истории, вспоминал отец Вандерпиет, делилась поразительно глубокими суждениями и лишь иногда проговаривалась о том, как ей темно и пусто. Конечно, не в каждом письме, но время от времени она к этим мыслям возвращалась. В письмах и словах этих лет мать Тереза все чаще размышляет о тайне человеческого бессилия и величия Божьего. Ясное осознание собственной малости перед людьми и Богом полностью определяло ее поступки и молитвы, пронизывало всю жизнь. Только им можно объяснить радостное простодушие, с каким она принимала почести, никоим образом не претендуя на то, что они к ней относятся, но и не отказываясь от них, чтобы хоть малый талик и своеволие не помешать Богу. — Дорогой отец Михаэль, спасибо за письмо от 23 мая, 28 мая. Это так мило с вашей стороны послать мне весточку. Я очень хочу вам ответить, но сказать мне нечего, кроме того, что я не перестаю удивиться его безграничному смирению и собственной малости, ничтожности. Вот точка, где встречаемся мы со Христом. Он все для меня. Я же, его дитя, так беспомощна, так пуста, так мала. Настолько мала, что все эти почести, какими окружают меня люди, совсем не трогают. Может быть, из-за своей тьмы я их не вижу. Может быть, ему угодно, чтобы так было. Пусть все идет так, как он хочет. Я только улыбаюсь, глядя на картонную коробку, в которой все больше разных штук, важных штук, смысла которых я почти не понимаю. Знаю одно — их дают мне лишь за тем, чтобы напомнить о присутствии бедных, показать, как важны бедные. И во имя бедняков все принимаю с улыбкой. Третьего уезжаю в Рим, где пройду духовные упражнения вместе с новициями. Четырнадцатого они принесут обеты. Семнадцатого прилетаю в Нью-Йорк и как раз успею к триденствию перед праздником Святейшего Сердца. В этот день начнется жизнь еще одной нашей ветви, она будет называться «Сестры Слова». Пожалуйста, молитесь об этом. Было бы чудесно, если бы вы оказались в этот день с нами. Так хочется поскорее вернуться в Индию, но знаю, ему угодно, чтобы я была именно здесь, и улыбаясь, следую его воле. Думала написать вам настоящее духовное письмо, но больше ничего в голову не приходит. Молитесь о том, чтобы вы всегда позволяли Иисусу распоряжаться вами, не спросив вас, и обо мне просите, чтобы я не противилась. Вашего Христе, Мать Тереза. Постепенно Мать Тереза достигла во внутреннем движении той ступени, когда больше не тянула проникнуть в тайну неотвязной тьмы, но принимаешь ее, как и все, что посылает или попускает Бог со щедрой улыбкой. Боль не утихала, напротив, становилась все острее и глубже, но теперь Мать Тереза с ней подружилась, и даже, как признавалась она отцу Нейнеру, смогла ее полюбить. Все эти годы она не переставала дивиться тому, что Богу зачем-то понадобилась ее ничтожность. Точка полной нищеты становится ее местом встречи со Христом, она все яснее понимала, нужно до конца признать свое бессилие, чтобы в тебе и сквозь тебя начал действовать Бог. Дивные его пути, подумать только, всемогущий Господь так умолился, что возлюбил нас с вами, призвал, дал нам почувствовать, что мы и в самом деле ему нужны. Чем старше я становлюсь, тем больше поражаюсь не столько его дарам, сколько тому, что он, хлеб жизни, стал голодным. Мне нужен только он, даже если во мне его обступила тьма. С годами это отчетливо видно из писем и выступлений. Мать Тереза все меньше говорила и думала о себе, и все больше о Христе, пребывающем и действующем посреди сестер и бедных. Как она учила, нам надо неотступно умом и сердцем держаться Бога, так и жила, рассказывала одна из сестер. Куда бы матушка ни шла, что бы ни делала, всюду, во всем, осознанно, может быть, не всегда явно, но очень осознанно старалась стать мостом между Богом и людьми, принести людям весть о спасении и привести других к Богу. Поэтому о какой бы мелочи ни шла речь, она непременно возвращалась мыслью ко Христу. Слушатели заранее знали, стоит ей начать, через две минуты обязательно заговорит об Иисусе. Памятование о нем красной нитью проходило сквозь всю ее жизнь. Чтобы соединиться со Христом, часто напоминала она сестрам «надо умолиться, опустошить себя». Только если мы осознаем свою полную ничтожность и пустоту, Бог сможет наполнить нас собой. Только когда сами будем полны Богом, сможем принести его другим, ибо уста, говорят, от избытка сердца. Чем острее мать Тереза осознавала свою малость и нищету, тем глубже и чище, как видно из переписки с отцом Вандерпиетом, становилась ее мистическая жажда. «Дорогой отец Михаэль, надеюсь, у вас все благополучно. Вы возрастаете в любви к Богу и приносите добрый плод. Надо крепко молиться о том, чтобы наше общество было готово делать все, что надо бы на церкви. Посылаю вам молитву ко Христу, которую я сложила для сестер, они пытаются положить ее на музыку. Может быть, вы помогли бы им, когда приедете к нам в августе. Моя любовь ко Христу теперь все прозрачней и, как мне кажется, все сокровенней. Я совсем как наши бедняки, учусь жить в нищете, в малости, в скудости своей любви. Все, что мне нужно, любить Христа любовью Богородицы, любить Отца Христовой любовью. Знаю, вы молитесь обо мне. Пусть он распоряжается мною без остатка и совсем не заботится о моих чувствах. Главное, чтобы ему хорошо было. Пусть не думает даже о тьме, что во мне его обступило. Ведь, несмотря ни на что, в нем вся моя жизнь, и только его я люблю. Пожалуйста, вспомните обо мне двадцать пятого. Ваша во Христе, мать Тереза. К концу семидесятых годов смятение, что тревожила мать Терезу с начала пятидесятых и отчаянно терзала в шестидесятые, мало-помалу сменилась ясностью и покоем. Ее, как и прежде, мучила тьма, но сквозь все, что она делала и говорила, неизменно просвечивала ровная глубокая радость. Теперь, когда мать Тереза на собственном опыте узнала, что значит безоглядно отдать себя, ей стало гораздо легче делиться этой правдой с другими. Дорогой сработник во Христе, вы сказали Иисусу «да», и Он принял ваше слово всерьез. Слово Божье стало человеком, бедняком. Ваше слово, сказанное Богу, стало Иисусом, одним из бедных. Отсюда и ужасная опустошенность, что вас мучит. Бог не в силах наполнить то, что и так полно. Наполнить Он может только пустое, полную нищету, и ваше «да» стало первым шагом к опустошению. Дело не в том, как много мы имеем, чтобы отдать, но до конца ли опустошились, чтобы принять Его и позволить Ему жить в нас. Сейчас в вас Он хочет снова предать Себя Отцу. Не препятствуйте Ему в этом. Не так важно, что вы чувствуете, по крайней мере, не важно до тех пор, пока Ему в вас хорошо. Забудьте о себе и радуйтесь тому, что у вас ничего нет, вы сами ничто и ни на что не способны. Каждый раз, когда вас пугает бессилие, улыбайтесь Иисусу. Это и есть бедность Христова. Нам с вами надо разрешить Ему жить в нас и через нас в мире. Держитесь, Богородица, ей тоже, прежде чем исполнится благодати, принять в себя Иисуса, пришлось пройти сквозь тьму. Как будет это? Смотрите Евангелие от Луки, глава 1, стих 34. Но как только она сказала «да», тут же почувствовала, что ей надо спешно поделиться вестью о Христе с Иоанном и его семейством. Несите Христа не словом, но самой своей жизнью, тем, что вы любите Его, излучайте Его святость, источайте благоухание Его любви, черпайте силы в радости Христовой, не унывайте и пребывайте в мире, с радостной улыбкой принимайте все, что Он дает, и отдавайте все, что отнимает. Вы Божий, вот и скажите Ему. Я твой, и даже если ты захочешь разрезать меня на куски, каждый самый маленький кусочек все равно будет только твоим. Пусть Христос будет в вас священником и жертвой. Я начала объезжать наши дома в Индии, это чудесное время, когда, по крайней мере, в поезде я могу остаться один на один с Иисусом. Пожалуйста, молитесь обо мне, а я о вас всегда помню. Вашего Христе, Мать Тереза. За каждым словом этого письма стоял годами выстраданный опыт опустошенности, доверия Богу и полного отказа от себя ради того, чтобы нести Его свет другим. Храните светильник, который зажег в вас Христос. Прошу вас, молитесь о том, чтобы я, как и прежде, держалась за его руку и все время шла с ним рядом, писала в июне 1976 года Мать Тереза кардиналу Пикачи. В этой просьбе явно слышится эхо прощальных слов, которыми перед отъездом из скопье напутствовала ее мать. С тех пор прошло почти пятьдесят лет. Все это время Мать Тереза ни на шаг не отступала от того, кто вел ее сквозь тьму и стойко удерживалась от соблазна, пойдя на поводу у чувств, осветить путь собственным светом. Она по себе знала, что цена такой верности высока, но скупиться не стоит. Храните светильник, который зажег в вас Иисус. Боль в спине, бессилие, которое вас томит, вот капли светильничного масла, что поддерживают свет Христов, рассеивающий греховную тьму всюду, где бы вы ни появились. Не делайте ничего, чтобы страдать еще сильнее, только принимайте, улыбаясь то малое, что по великой милости он дает. Для самой Матери Терезы такими каплями светильничного масла были незаметные каждодневные жертвы, изматывающие неутолимая тоска по возлюбленному, одиночество темной ночи, и она день за днем приносила их Богу, чтобы перед светом его любви отступал мрак. Он трогательно заботится обо мне и моей ничтожности. С годами отец Вандер Пиет все больше ценил переписку с матерью Терезой. «Я не перестаю благодарить Бога за этот нечаянный дар», — признавался он позднее. «Меня не оставляло ощущение, что я встретился с человеком и в самом деле способным видеть Христа, чувствовать его присутствие в униженных и бедных, с человеком невероятной веры, не ослабевавшей даже тогда, когда в душе было совсем темно. Она действительно видела страдания Христовы, но это было не экстатическое видение или что-то в этом роде, ничего подобного с ней не происходило, хотя внешне могло показаться совсем иначе. Я совершенно убежден, что матери Терезе понадобилось познать ночь, чтобы до конца соединиться со своими бедняками». Первым к мысли о том, что тьма таинственным образом роднит ее с изгоями и с раждущими, подвел мать Терезу отец Нейнер. Отец Вандер Пиет говорил о том же, и это еще раз убеждало ее, что новому духовнику можно доверять. Как явствует из переписки тех лет, они оба переживали эту встречу как незаслуженный подарок, а мать Тереза видела в ней еще один знак того, что Бог не оставил.